МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас здравствует коммунизм! Я вас понял, выезжаем на задержание. Не желаю честно трудиться и заниматься общественно полезным трудом. ВЫСТРЕЛЫ В 1983 году по Москве ходил будоражащий обывательный слух. Было совершено покушение на Юрия Андропова. Ему выстрелили в живот, и осталось генсеку теперь недолго. Об этом сообщила уборщица знаменитого дома номер 26 на Кутузовском проспекте, где жили все главные люди страны. Раиса Старостина дала показания милиции и поведала, что своими глазами видела, как Юрия Андропова пыталась убить жена министра внутренних дел Светлана Щелокова. Что якобы, мстя за мужа, она, оказавшись один на один в лифте с Андроповым, стреляла в Юрию Владимировичу. Слух потом не подтвердился, но в то время он выглядел очень правдоподобным. Многим сотрудникам КГБ и МВД было известно, что Щелоков и Андропов вели многолетнюю войну. И Щелоков проиграл. Это одна из самых противоречивых фигур в истории Советского Союза. Одни говорят, что он сделал нашу милицию боеспособной, поднял престиж профессии милиционера. Другие называют его одним из главных коррупционеров Брежневской эпохи и обвиняют в создании разветвленной мафии. Отцом явления, которое в 21 веке назовут оборотни в погонах. Прежде всего, это насилие со стороны работников милиции. Далее, это всякого рода фальсификации. В первую очередь, укрытие преступления от учета. Ну и затем, это взятки. Желание показать свою силу, продемонстрировать силу, продемонстрировать свою власть. В начале 1978 года прокуратурой Краснодарского края было возбуждено уголовное дело по статье 77 Уголовного кодекса «Бандитизм». В крае орудовала какая-то наглая группа преступников, которая явно ничего не боялась. Уголовное дело было возбуждено по факту разбойных нападений на кассы колхозов, сберкассы, магазины на территории Краснодарского края, Ставропольского края. К работе были подключены 28 следователей Краснодарской прокуратуры, следователи КГБ, оперативные работники местной милиции, всего 40 человек. Сыщики расследовали это преступление, состоящее из 112 эпизодов в течение двух лет. Но бандитов найти не могли. Они профессионально заметали следы. Виктор Петрович Савельев, начальник уголовного розыска города Кропоткино Краснодарского края, искал преступников тоже. Бесконечно проводил совещания, сам работал в поле. Ставропольская история, она важна очень громкой, а поскольку там как раз человека должен был формировать позицию в борьбе с преступностью, он сам руководил этой преступностью. Большинство подчиненных Савельева не знало о том, что их начальник давно сколотил эффективную банду и держит в страхе весь Краснодарский край. Членов своей ОПГ Савельев искал на работе, но действовал очень хитро. Он очень тщательно подбирал людей, очень тщательно. Он на каждого имел личное дело, на каждого члена своей банды. Он делал спецпроверки о судимости, так и так далее, и так далее, запрашивал характеристики. И он знал, этот человек познал его больные места, вербовал, будем так говорить, вербовал, фактически, уже зная, с кем он будет дело иметь. И рассчитывал, что это он будет предан до конца ему. Каждый из новых членов банды. Краснодарский край был одним из самых зажиточных в Советском Союзе. Кубань называли житницей страны. Здесь собирали рекордные урожаи. А главное, были курорты на Черном море. Где крутились огромные деньги, работала масса цеховиков, спускали все, что нажито непосильным трудом, приезжие со всей страны. Начал Виктор Савельев с крышевания ресторанов, подпольных цехов, магазинов. Намек на то, что ими займутся органы, действовал на торгашей и мелких воришек, как парализующий газ. Они быстро соглашались ежемесячно платить Савельеву большую дань. Но про это никто не знал. Савельев был на прекрасном счету. Был физически развит, далеко не глупый человек. Очень хорошо зарекомендовал себя, как оперативный работник. Его уважали, его ценили, с ним считались. Крышевание, то есть участие в различных криминальных бизнесах, практиковалось в милиции всегда. Но в 70-е это явление стало просто массовым. Коррумпированные милиционеры переплетались с местными властями и давали прикрытие подпольным производством товаров народного потребления, обороту украденного с госпредприятий. Синие крыши криминальные стали меняться на красные крыши. Это был первый пример. Красные, то есть это сотрудники правоохранительных органов. А крыши бизнеса, это стало большой проблемой, большим сигналом. Под прикрытием милиции работал теневой валютный рынок и фарцовщики, проститутки и торговцы наркотиками. В Якутии милиция долгие годы крышевала мафию, ворующую с приисков алмазы. В Москве оборотни в погонах держали в руках подпольный рынок ювелирных украшений. В Молдавии были участниками огромной банды, промышляющей угоном автомобилей. Автомобили угонялись у жителей, после этого перегонялись в республики Средней Азии, перебивались номера и продавались заново, как новые автомобили. Поделка паспорта, по техническому паспорту автомобиля существовала тоже под контролем тогдашних милиционеров. Самые страшные спайки между оборотнями в погонах и криминальным миром происходили в республиках Закавказья и Средней Азии. Начальники местных органов МВД были там настоящими авторитетами, отмазывали крупное варье, контролировали все операции с черным налом, торговали оружием. В одном небольшом городе в Афганистане местный начальник милиции завел гарем, который существовал в больни легально. Отпускал своих жен учиться, давал им высшее образование, после этого они прибывали обратно, как говорится, по месту прописки. В 1967 году главой комитета государственной безопасности стал Юрий Андропов. И он сразу стал собирать информацию о разных мафиях, действующих под прикрытием МВД. Андропов, поскольку он был человек другой категории, человек был совершенно аскетичный. Естественно, он не мог пройти мимо вот этих вот историй с обогащениями, личных историй. Но Андроповым руководило не только желание уничтожить в стране коррупцию. Он еще хотел уничтожить Щелокова, которого искренне и глубоко ненавидел. И чувство это было взаимно. Здесь борьба, с одной стороны, личностное неприятие подпитывалось на самом деле системной и, что называется, институциональной неприязни. То есть оба ведомства всегда соперничали. За сферы влияния, за ресурсы, за финансы, за многое другое. Начальник уголовного розыска Виктор Савельев имел любовницу. Молодую женщину, которая вступила в острую конкуренцию с официальной супругой. Ей все время хотелось красивой жизни. И Савельеву удовлетворение ее аппетитов давалось все труднее и труднее. Ей хотелось на море, и хотелось на выходные дни, где-то на речку, где-то на рыбалку. Он это все организовывал. Две семьи ему содержать приходилось очень тяжело. Так он мне рассказывал. Тяжело было, поэтому он решил начать заняться легким промыслом. То есть совершать нападения на банки, сберкассы. Сберкассы тогда почти не охранялись. То же самое было в магазинах. Воришкам было попасть в них нетрудно. Начальник уголовного розыска Виктор Савельев владел полной информацией о системах защиты всех точек, где были деньги. Сколько где выручки? Увозят ли ее инкассаторы? Они добились того, что им были выданы схемы. В частности, появилась первая сигнализация в магазинах. Она была достаточно примитивная, допотопная. Плюс город не имел такого большого значения, как даже Краснодар. Им удавалось эту сигнализацию вводить из строя. Банда Савельева работала без шума и пыли. Напасть на след преступников не могли даже самые опытные сотрудники уголовного розыска. Да кому и в голову такое придет, что искать-то надо среди своих? У Савельева появились деньги. Любовница была довольна до той поры, пока не сообщила, что ждет ребенка. Всю беременность она твердила, ты должен принять решение. Наконец-то выбрать, с кем ты, с женой или с ней. Только денег ей было мало. Любовница родила ему впоследствии сына. И он, конечно, что очень был и рад, и вместе с тем переживал за судьбу своей, будем говорить, подруги. Когда жена Савельева узнала о внебрачном ребенке мужа, то собрала его вещи и решила выгнать вон. Но он убедил ее, что разрушать семью не стоит. И жизнь его покатилась своим чередом. Сплошное вранье. Дома изображает примерного мужа, на работе примерного начальника уголовного розыска. А ночью грабит магазины и сберкассы. Фактически все члены банды, они знали оперативную работу, научал их Виктор Петрович. Банда была организована на высоком уровне. Повторяю, значит, используя эти опыслы оперативных работников, значит, и всегда они уходили в нормальное место совершения преступлений. Преступность в Советском Союзе росла и росла. И если в 1956 году было совершено примерно 700 тысяч преступлений, то в 1975 уже 2 миллиона. То есть почти в три раза больше. При этом Щелоков докладывал о неуклонном снижении преступности и увеличении раскрываемости дел. Эта установка спускалась из Москвы во все регионы. И милиция по всей стране занималась приписками и наглой ложью. Когда появилась статистическая отчетность, вот тогда появилась эта туфта. И она преследовала нас до самого последнего момента. И сегодня уже даже МВД наказывает за сокрытие. Все. А полностью избавиться невозможно. Савельев тоже поражал Центр прекрасной отчетностью. Раскрываемость краж у него была 90%. Когда в самых передовых державах она составляла лишь 18%. Сколоченная им мафия чувствовала себя прекрасно. И ничего не боялась. Очень долго люди не писали заявления, потому что они узнавали тех, кто их ограбил. Тех людей, которые приходили к ним уже на их заявление. Они просто понимали, они начинали бояться. Савельев, которого члены банды называли Петрович, считался жестоким и опасным человеком. Шантаж, угрозы, пытки. Все знали, лучше в руки ему не попадаться. Он задержанных бил не более двух раз. Первый удар – либо ладони по шее, второй – под дых. Когда человек сгинался, и гордо уходил в сторону. Пытки и избиения подозреваемых в каких-либо преступлениях широко применялись при Сталине. И при смягчении государственного режима все равно остались неотъемлемой частью жизни нашей милиции. Так люди в погонах выколачивали признательные показания и просто издевались над людьми от скуки. При Щелокове отменили резиновые дубинки. Министр внутренних дел считал это оружие недостойным советского милиционера. И его подчиненные внедрили ноу-хау. Били людей, надев на руку валенок, чтобы не оставлять на теле следов. Приковывали людей к батареям. Не пускали сутками в туалет. Слонники, пакеты – это все лексика 70-х. Человеку надевается противогаз и зажимается доступ воздуха. И человек, как говорится, в виде этого слоника задыхается. Ну, а пакет – это более упрощенный тоже вариант того же слоника. Только без противогаза, просто целлофановый пакет затягивается человеку на голове. А человек тоже теряет кислород. Агрессию проявляли люди в погонах и просто на улицах, выбирая случайные жертвы. В середине 60-х они до смерти избили в городе Муроме пьяного мастера радиозавода, идущего домой нетрезвой походкой. На следующий день на улицы города с протестами вышли полторы тысячи рабочих завода. Произвол милиции уже всех достал до предела. Такие случаи, видимо, были в Муроме, в других отдельных милициях. То народ города поднялся, там стихийный бунт начался. Пошли громить, так сказать, местный обком, райком партии. Там излюбленные методы средневековья дыба, когда выворачивают руки, и испанский сапожок, все. Ну, а уж истории с дальними, в этом МВД дальние с бутылкой, это тоже не является ноу-хау. К сожалению, такое было. Зловещую славу среди трудящихся Советского Союза имели медвотрезвители, за которые отвечала МВД. Пьянству в стране был объявлен бой, и милиция поняла призыв буквально. Пьяных били и грабили. Каждый алкоголик знал, из вытрезвителя в лучшем случае выходят без кошелька, а в худшем – с проломленной головой. Препровождали его в вытрезвитель, и он там приходил, мягко говоря, в себя. После этого человек обнаружил, что зарплата, которую накануне обмывался товарища, пропала. Выдавалось ему пять копеек на метро или на трамвай, и отправлялся он домой, лишивший всех своих средств, в частности, получки. Как правило, произвол в медвотрезвителях сходил милиции с рук. Но кто будет слушать алкашей? И даже граждан, которые оступились всего лишь раз. Страшная правда всплывала только, если жертвой оборотней становились люди известные. Был очень известный случай с корреспондентом Кобзамольской правды, которого тоже по пьяни где-то задержали и убили фактически. И тот же Юрий Щекочихин еще в 70-каком-то году в литературной газете просто написал, что когда я вижу человека в серой форме, я перехожу на другую сторону улицы, и крупный был скандал. В 1968 году в Ленинграде был жестоко избит писатель-фронтовик, автор знаменитой повести «На войне, как на войне» Виктор Курочкин. Ну, пьяного нашли на улице его. Пьяный возвращался, выпиши. Любил он выпивать там определенным датам. Вот, его задержали там, что-то там произошло, какой-то конфликт, его, короче, забили до смерти, да, потом. Любая операция банды Савельева длилась не больше 15 минут. Они звонили или стучали в дверь. Человек открывал. В тот день они решили ограбить небольшой магазин. На дело выехал сам Савельев. Когда сторож открыл дверь, значит, он получил удар по голове, значит, его связали, кассу разграбили, забрали с собой. Увезли, значит, эту кассу с большими деньгами. Но сторож оказался крепким мужчиной. Несмотря на сильный удар, он быстро пришел в себя и смог набрать 0,2. Он запомнил главаря лицо. И когда была вызвана милиция, значит, он говорил, что вот так и так, что я где-то этого человека видел, а не в милицейской форме. Для ареста Савельева вызвали подкрепление из Краснодара. Боялись, что местная милиция города Кропоткина испугается его или будет им подкуплена. Когда банду вскрыли, двое из ее участников застрелились сразу. Остальные были осуждены через какое-то время. Он молчал. Потом он начал разыгрывать из себя душевно больного человека. Разначили экспертизу, провели в Москве психиатрическую ему экспертизу. И признали его, медицина признала его симулянтом. На допросе он твердил одно. Меня расстреляют. Меня расстреляют. Его дело становилось все толще. Жертвы, наконец, заговорили. Через девять месяцев оборотень в погонах предстал перед судом. Полная в зал людей тишина. Мертвая тишина была. Гробовая тишина. Он называет. 15 лет лишения свободы. Из них 8 лет тюремного заключения. Срывается Виктор Петрович, главарь банды, и кричит «Я жив!» и целует своих друзей по этой банде. И кричит «Я жив!» Знал ли о деле краснодарских оборотней в погонах министр внутренних дел? Конечно, знал. Но предпочел это дело замять и сделать все, чтобы оно не было придано огласке. Щелоков подвергал жесткой цензуре всю информацию о советской милиции. И строил идеальный образ советского милиционера. В Кремле. В прессе. В обществе. В кино. Звоните Садчику и передайте, что я срочно вылетаю в Москву. Срочно. Это вот та самая идеальная организация, которая должна быть. Конечно, в жизни все было совершенно иначе. И фильмы совершенно не отражали истинного положения дела. Ни в самой милиции, ни в сфере борьбы с преступностью. В фильмах сотрудники правоохранительных органов были смелыми, честными и бедными. Тем не менее, именно при Щелокове была сформирована целая армия высоких милицейских чинов, живущих по советским меркам просто роскошно. Юрий Чурбанов, которого Щелоков назначил своим замом, потому что Чурбанов был зятем Брежнева, вспоминал, что жил как при коммунизме. Все. Дача, мебель, отдых доставалось ему бесплатно. А зарплата у него была больше, чем у главы государства. Одна тысяча сто рублей. То есть это, опять же, близость к руководству страны, полное доверие страны, руководство страны, да, оно как раз и привело и бесконтрольность. Вот это приводит к возможности злоупотребления. Жена Щелокова Светлана любила антиквариат и тратила на это огромные деньги. Даже не стеснялась брать в дом вещи, конфискованные у каких-нибудь цеховиков или других расхитителей государственной собственности. Сам Щелоков питал слабость к хорошей живописи работам именитых мастеров. В день его рождения в приемной собирались генералы и высокие чиновники из союзных республик с картинами в руках. Следствие потом обнаружит в его квартире даже подлинник Саврасова. Николай Анисимович в последние годы пустился, как говорится, во все тяжкие. Принимал дорогих сердцу гостей из других республик, которые волокли на поклон различные подношения. В частности, неучтенные драгоценности, даже старинные драгоценности. К Олимпиаде немецкий концерн «Мерседес» прислал в Москву шесть новых роскошных автомобилей. Три из них Щелоков сразу распределил внутри своей семьи. Ближнее окружение подарило ему на 70-летие золотые швейцарские часы из Гохрана СССР. Позднее выяснилось, что под это дело были сфабрикованы документы, что редкие часы стоимостью в 50 тысяч рублей были подарены нашим МВД секретарю Компартии Чехословакии. Могу заметить, что очень часто жены являются главной двигательной силой для подобных руководителей, потому что именно жены любят роскошную жизнь. А потом уже втягивается и сам муж. Светлана Щелокова была главной гранд-дамой столицы. И в отличие от других жен высокопоставленных лиц, она не стеснялась демонстрировать свои бриллианты на официальных приемах. Была знакома с директорами всех ювелирных магазинов. В декабре 1981 года в своей квартире на Кутузовском проспекте была убита актриса Зоя Федорова. По Москве поползли слухи, что заказчицей стала Светлана Щелокова, которая мечтала завладеть дорогим колье актрисы, подаренным ей в 40-е годы богатым любовником-иностранцем. То, что такое говорили про жену министра внутренних дел, никого не удивляло. Репутация семьи Щелоковых была к тому времени уже безнадежно испорчена. Цинизм ситуации и общественная опасность, что это правоохранительный орган, он должен был стоять на страже, пусть высокопарно, интересов наших граждан. И он этого не делал. И более того, он сам злоупотреблял и сквозь пальцы смотрел на злоупотребление своих подчиненных. Светлана Щелокова блеско дружила с Галиной Брежневой. Они не только совместно охотились за лучшими бриллиантами, но и придумали весьма прибыльный бизнес. Зная об очередном повышении цен, вот из своих источников о грядущем повышении цен на драгоценности, они могли заранее в ювелирных магазинах скупать те же самые бриллианты. При Брежневе цены на ювелирные изделия из золота и украшения с драгоценными камнями повышали почти каждый год. Это считалось прекрасным способом выемки у населения лишней денежной массы. Об этом объявлялось на заседании Политбюро, куда приглашался министр финансов. Заседание считалось совершенно секретным. Но Светлана Щелокова и Галина Брежнева знали обо всем заранее. И успевали заполучить до повышения цен целые партии украшений, чтобы выгодно их потом перепродать. О грядущем повышении цен, возможно, мог сообщить кто-нибудь из Совмина, из Трусплана. Вместо денег за купленные накануне повышения цен бриллианты они оставляли расписки. Главным в их ювелирном деле, конечно, были громкие фамилии. Когда они приходили к директору ювелирного магазина или гранильной фабрики, то им могли отдать украшения и вовсе под честное слово. Обороты бизнеса бриллиантовых девочек составляли сотни тысяч рублей. Когда начинает формироваться клан, любой клан, клан, семья, то это приводит к пагубным последствиям, появляется кастер-неприкасаемым. Они элиты. Галина Леонидовна принцесса. Светлана тоже красивая женщина. В общем-то, это все не считалось, увы, увы, конечно, да, это не считалось, ну, чем таким предусудительным, по крайней мере, в этом кругу. В конце декабря 1980-го Москва готовилась к встрече Нового года. Были украшены улицы, настроение у граждан приподнятое. Одна проблема. Совсем плохо с продуктами. А накрыть богатый новогодний стол обязательно нужно. Это непоколебимая традиция нашего народа. Майор КГБ Вячеслав Афанасьев 26 декабря возвращался домой победителем. На работе ему выдали прекрасный продовольственный заказ с коньяком и копченой колбасой. В конце рабочего дня он пропустил пару рюмочек с коллегами и поэтому заснул в метро. Проехал свою станцию и оказался на конечной, Ждановской, которую сегодня называют Выхингом. Вот, значит, эти милиционеры Янова взяли, ввели в отделение. Пройдемте, гражданин, куда? Зачем? С какой стадии? Сначала это была фактически ситуация обычного обморовывания тряски человека, находящегося, ну, слегка пьяного. Правда, вот он, в основном-то он был, так скажем, болен и температурил. Ну, у него отобрали в портфель, он стал возмущаться. Я офицер госбезопасности, вот мое удостоверение. Афанасьев вмиг протрезвел и сказал, что милиционеры имеют дело с сотрудником КГБ. А значит, не имеют права проводить с ним следственные действия и обязаны вызвать оперативную группу Слубянки. Это задержавших его страшно разозлило. Они начали его жестоко бить. Что вы делаете? Руки убери! Лишь один человек пришел через какое-то время в себя и обнаружил, что они осуществили очень страшное преступление по тем временам. Нападение сотрудника комитета без безопасности. Так, со мной лучше не спорь, понял? Недолго дома он позвонил начальнику ленинного отделения Барышева, который явился на место, и собственноручно принял решение майора убить. Милиционеры, устроившие расправу над Афанасьевым, были страшно пьяны. Многие потом говорили, что ничего не помнят. Ни как били, ни как повезли Афанасьева в подмосковный лес. Они в четыре пошли на работу, а в четырех пьют. И практически все отделение пьяное. Да бей. По голове. Быстро в машину. Он был забит просто-напросто и выброшен около поселка Пехорка. Когда Афанасьева нашли, то в руке у него оказалась вырванная с мясом пуговица от милицейского мундира. И если бы не эта улика, то оборотням в погонах удалось бы уйти от наказания. Никто бы убийц не нашел. Узнав о случившемся, Юрий Андропов сказал, что дает на раскрытие преступления одну неделю. И сразу же связался с генеральным прокурором СССР Романом Руденко. Чтобы генпрокуратура взяла дело в свое расследование. Подозреваемый есть, вот теперь давайте работайте. И вот тогда, когда Калинищенко возглавил вот эту оперативно-следственную группу, тогда предпринимались попытки его и запугивания, и давления на него, и так далее. Но молодой следователь Калинищенко проявил большое мужество. Не испугался угроз со стороны руководства МВД. Ему и членам его семьи даже дали охрану. Работать было очень тяжело. Но убийцы были найдены. Их поднимают с постели, возят, начиная от начальника отделения до начальника ГУВД. Их называют негодяями, убийцами. А в финале говорят, вы уволены, уезжайте домой в Рязань. Ну, вот такой коротенький пример отношения к людям, совершившим особо тяжкое преступление, убийство. И только через много лет я поднимаю этот факт. Их арестовываю в Рязани. Они предаются суду. Все время, пока шло следствие, Николай Щелоков как мог ему мешал и отмазывал своих преступных подчиненных. Он понимал, что это его последний бой с Андроповым. Дальше уже тишина. Щелоков перед ЦК поставил вопрос о том, что рядовой и сержантский состав привлекаются к уголовной ответственности только с согласия регионального министра республиканского, а офицерский только с его личного согласия. То есть, прежде чем кого-то задержать, и что нужно было спросить разрешение у товарища генерала армии. Но те, кто был рядом с Щелоковым после убийства Наждановской, видели, что это уже совсем не тот министр внутренних дел. Человек обреченный и понимающий, что дни его на высоком посту сочтены. Щелоков близко дружил с генсеком. И при любом удобном случае подчеркивал покровительственные отношения Брежнева к своей персоне. Другие министры ему откровенно завидовали. Щелоков организовал повышение зарплат всем сотрудникам МВД. От рядового до генерала. Одел обтрепанную милицию в новую форму. Оснастил ее машинами. Построил лучшие в Советском Союзе ведомственные санатории и дачи. Такого заботливого дядьки, какой был Щелоков, уже после него не было. Он, так сказать, старался поднять авторитет милиционера и, так сказать, материально его поддержать. Надо отдать должное, что Щелоков умел привлекать к работе настоящих профессионалов. В 1974 году была основана Академия МВД СССР. Ее возглавил Сергей Михайлович Крылов. Все новое, что было на тот момент, он пытался внедрять в систему МВД. Он значительно улучшил сообщения между собой отделов МВД. Ввел даже компьютеризацию на тот момент, которая была в системе МВД. Но отличительной чертой Сергея Михайловича была кристальная честность. А вот это качество в МВД было совершенно лишнее. Крылов сразу же увидел, сколько коррупции и других грязных дел творится в ведомстве. И обо всем докладывал с большой тревогой Щелокову. Который, конечно, делал вид, что очень озабочен. Но бороться ни с чем не собирался. Убеждая Крылова, что это всего лишь маленькие перегибы на местах. Страшные цифры были. И надлежащих мер по раскрытию преступлений, которые совершает работники милиции, принято не было. Сергей Крылов узнал про липовую статистику раскрытых преступлений. Про огромные взятки и участие милиционеров во всевозможных бандах. Он пытался с этим бороться. Но только наживал себе врагов. Его начали откровенно травить. Перед тем, как застрелиться в своем кабинете, он написал записку. Как я работал, как горел, как боролся. И чем благороднее была цель, чем вдохновеннее труд, тем больше ненависть власть имущих. Я оплодотворил своим талантом и фантастическим трудом интеллектуальную пустыню органов внутренних дел. И за все это я плачу жизнью. Это мир рабов, холуев и карьеристов. Система, система доводила до самоубийства. Щелоков довел до самоубийства Крылов. Ну, Щелоков, вот тут вот по-человечески я бы ему не простил этого, потому что Крылов был умнейший человек. Пройдет всего три года. И отец оборотней в погонах тоже покончит с собой, выстрелив в висок из наградного пистолета. Но осенью 1982 года ему еще кажется, что он способен усидеть в высоком кресле и победить, наконец, своего злейшего врага Юрия Андропова. Его покровитель – безнадежно дряхлый и больной человек, который под воздействием психотропных средств уже просто плохо соображает. Щелоков убеждает генсека в том, что глава КГБ готовит захват власти. Брежнев дает отмашку обезвредить. Это была война. Настоящая война с настоящими выстрелами, с настоящими выездами. Операцию по задержанию Андропова готовят несколько месяцев. Сформированы три группы захвата. Но в одной из них был предатель. Он сдал и маршрут, и группу. И они сдались добровольно, понимая, что, в общем-то, ситуация проигрышная. Андропов понял, что одержит окончательную победу 10 ноября 1982 года, когда умер Брежнев. Весь компромат на Щелокова был давно готов. Андропов получает пост генсека. Уничтожению врага ничего не мешает. Когда генеральным состарем был избран Андропов, Николай Ильич Щелоков узнал об этом, как все советские люди, где-то в районе 16 часов. И вот свидетели говорят, он при этом сказал, это конец. Уже через месяц после смерти Брежнева Щелокова освободили от должности министра. Претензии за претензиями, допрос за допросом. Жизнь его стала невыносимой. Он все чаще проводит время у своей любовницы. Отношения с супругой испорчены давно и, похоже, окончательно. Жизнь идет под откос. И он понимает, что впереди может быть самое страшное, что он хорошо знал не понаслышке. Советская тюрьма. В тюрьме он умрет или убьют, повесят там и тогда, или издеваться будут. Зимой 1983 года вечерами и в выходные супруги Щелоковой сидели дома. Шумные приемы на даче, походы в гости, рестораны и большой театр остались в прошлом. Они больше не могли появляться в обществе. Вся Москва знала о том, что свергнутого министра внутренних дел подозревают в злоупотреблениях. И прислуга каждый день слышала крики и громкие рыдания хозяйки дома. По-человечески, конечно, жаль людей, которые вот после того, как они были на вершине власти, они были низвергнуты вниз и растоптаны и оплеваны. В тот вечер Щелоков сказал, что во всем виновата Светлана. Это она хотела красивой жизни и требовала огромных денег. После скандала жена Щелокова отправилась в спальню. И через несколько минут раздался выстрел. Жена бывшего главы МВД Советского Союза застрелила себя из наградного пистолета мужа. Я не верю, что его жена покончилась. Я ее знал. Ей кончать было незачем. Она ни в чем замешана не была. Красивая, холеная женщина. Там история мрак. Вы хоть убейте, я не верю в такое самоубийство, потому что стреляются по-другому. Однако в постановлении главной военной прокуратуры СССР об отказе в возбуждении уголовного дела было записано следующее. Щелокова СВ покончила жизнь самоубийством на почве глубокой эмоциональной депрессии. Но очень много людей говорили друг другу. Жену Щелокова убрали. Она говорила, что я молчать не буду, что если Оля пойдет под суд, я там все расскажу, потому что они же все были связаны. Не то, что это какая-то отдельная группа занималась какими-то делами. Она представляла, конечно, опасность очень большую и для всей остальной номенклатуры, которая была при власти. Потому что никому не хотелось, чтобы всплыло то, что, допустим, конфискованные вещи у каких-то расстрелянных цеховиков кавказских потом оказывались неожиданно у жен членов Политбюро. 6 ноября 1984 года без решения суда Николая Щелокова лишили звания генерала армии. 10 ноября, в день милиции, звание Героя соцтруда. А потом позвонили и предложили добровольно сдать все фронтовые ордена и медали. Щелоков ответил, забирайте сами. 12 ноября к нему нагрянули с обыском. Изъяли 124 картины, достойные Третьяковской галереи, драгоценности, деньги. Следователи отметили, что фрустальные люстры были даже в ванной и туалете. Щелоков был растерян и на все вопросы отвечал, что не знает, откуда это все взялось. Изъятые богатства оценили в полмиллиона рублей. Возбуждается уголовное дело. Это удар. Не выдерживает жена, стреляется. Это удар. Вдруг все оборвалось. И ты никому не нужен. Вот это самое страшное. Ты никому не нужен, и от тебя все начинают отпихиваться. Да еще кто? Те, которые вместе с тобой, грубо говоря, воровали. 10 декабря он написал письмо Константину Черненко. Прошу вас, не допускайте разгула обывательской клеветы обо мне. Этим невольно будут поносить авторитет руководителей всех рангов. Спасибо за все доброе. Прошу меня извинить. С уважением и любовью. Энн Щелоков. 12-го он навестил родных. 13 декабря надел парадный мундир, выпил кофе с коньяком и выстрелил себе в голову. Вот этот удар, когда позвонили Щелокову и сказали, что мы едем у тебя изымать ордена и медали, дальше шел арест и суд. И Щелоков, понимая, что все, ордена и медали – это все, это фрустация, крушение надежды. И он стреляется. Приехавшие на место самоубийства оперативники найдут предсмертную записку когда-то могущественного министра. С мертвых ордена не снимают. Я полагаю, что не нужно стремиться к вершинам такой власти, которая может закончиться таким образом. И не нужно вообще делать карьеру в обществе, которая построена на практически волчьих принципах, как это было в советскую эпоху, когда если ты упал, тебя еще подтолкнут вниз. Субтитры сделал DimaTorzok